Доброго времени суток, дорогие мои подписчики и гости моего канала Магия Успеха 2 Самопознания. С вами Наталья. Сегодня вашему вниманию предлагаю общий расклад на три варианта. Тема звучит следующим образом. От какого груза мне необходимо избавиться? Вот такая тема. Для кого это актуально, пожалуйста, смотрите, выбирайте один из трех вариантов. Можете выбрать несколько, потому что груз, как правило, он бывает не один. Как правило, не один. Их много, их несколько. Но сегодня мы будем говорить о самом главном, о самой главной той задаче, которая вас тормозит в развитии. Когда у нас сильно большой груз, мы останавливаемся, мы не движемся. Если нам кажется, что мы куда-то продвигаемся, ничего подобного, мы стоим на месте. Мы шагаем на месте. Дальше мы никуда не идем. Давайте будем смотреть вот такой вот расклад. Подумайте, пожалуйста, о себе, о своих делах, о своей многозадачности. И давайте будем рассматривать. Интуитивно, пожалуйста, выбирайте первый, второй, либо третий вариант. Кому не хватает времени, конечно же, можете выставить на паузу. Итак, для первого варианта, какой груз вам необходимо убрать в сегодняшнем дне. Для второго варианта, какой груз вам необходимо, от какого груза вам необходимо избавиться, да, в сегодняшнем дне. И для третьего варианта, от какого груза вам тоже необходимо избавиться. Пожалуйста, выбирайте вариант. И мы начинаем с первого варианта. Итак, приветствуем единичек. Давайте посмотрим, какой груз вообще у вас есть на сегодняшний день. Груз. Что это за груз? Груз. Возможно, смотрите, перед вами стоит какая-то задача поездки куда-то, передвижений. То есть, если вы сильно много передвигаетесь, то, возможно, вы передвигаетесь бесцельно. То есть, бесполезно. То есть, возможно, ваши все перемещения, куда вы стараетесь где-то быстро успеть, где-то куда-то забежать. Много движений, понимаете? Очень много у вас движений, потому что за вами даже, скорее всего, колесо фортуны, оно даже за вами не успевает. У вас очень такой ритм, темп, быстрый. Быстрый темп на самом деле это вас тормозит. То есть, если вы считаете, что это вас ведет к развитию, к сожалению, нет. Это беготня на месте. Сразу вот первый, да, идет прям такой. Ваша суета, ваша излишняя суета. Даже если, к примеру, вы не передвигаетесь из одной точки А в другую точку Б, потом с Б в С и так далее, да. Даже если у вас такого сюжета нет в вашей жизни, то все равно вы суетитесь в какой-то, за какое-то свое дело переживаете, да, суетитесь зря. Давайте более подробно раскроем, чего это больше будет касаться. Более точечно посмотрим. Более точечно. Очень интересная тема. Меня прямо само как-то заинтересовал этот вопрос. Я сегодня просто слышала одну очень замечательную женщину. Она говорила вот именно про эту тему, про груз, который мы на себя взваливаем. Я решила, почему бы нам не разобрать именно вот этот вопрос сегодня, да. Итак, давайте раскрывать больше чего это будет касаться. Чего это больше будет касаться. Больше будет это касаться все-таки каких-то рабочих моментов. Это больше будет связано с работой. Возможно, здесь будут еще присутствовать финансы, какие-то бумаги. К примеру, если вы пытаетесь оформить, оформить, оформить что-то, ну, это может быть автомобиль, страховки, да. Допустим, к примеру, вы обратились не в ту какую-то, возможно, компанию, и вот она у вас уже грузом висит, грубо говоря, да. Потому что дело, на самом деле, с места не двигается. Все замерло, понимаете. Все перевернулось с ног на голову. То есть, данная какая-то ваша проблема, она не имеет даже вот движения, будем говорить так, да. Суета есть, движения нет. Было что-то запланировано. Возможно, даже будет запланирована какая-то поездка. Это подписание каких-то документов, что-то такое, да. То есть, возможно, покупка билетов, да. И вы хотели бы тут как бы выиграть. Или, может быть, как-то через субсидию как-то вот что-то оформить, вот эти авиабилеты. Ну, как вариант, я просто объясняю, да. Вы каждый, пожалуйста, для себя сами трактуете, да. Потому что ситуации у всех может быть масса. Поэтому в данном случае ситуация подвисла. Но вы все равно продолжаете как-то пытаться разогнать вот это колесо, понимаете. Вы считаете, что если вы будете более активным в данном вопросе, то ситуация быстрее разрешится. Нет, она не разрешится. Нет, она не разрешится. Она так и будет у вас пока в зависшем состоянии. Возможно, вы обращаетесь даже к кому-то за помощью. Либо к вам кто-то может тоже обратиться за какой-то помощью. Имеется в виду как и по финансам, так и при оформлении каких-то документов. Вот здесь вот идет вот прямо четко вот такой вот момент, что в чем заключается ваш груз. Это излишняя суета относительно оформления каких-то бумаг, каких-то поездок, что-то такого, да. То есть это не нужно. Что вам необходимо тогда сделать, да. Давайте вот так вот вопрос. Как вам все-таки немножко снять какое-то напряжение, будем говорить, да. Либо вообще, как вам избавиться от этого груза. Как вам стоит от напряжения, либо вообще, как избавиться. Что нам сейчас посоветуют карты вторую. Что посоветуют. Вот в вашей ситуации нужно просто сейчас, понимаете, вы уже, будем говорить, семена посадили, да. Уже взошли росточки. Вот уже плоды, вот скоро-скоро-скоро будут появляться плоды. Немножко подождите. Потому что по ТУЗу Жезлов, в принципе, ваша ситуация уже вот-вот-вот должна скоро разрешиться. И в этом поможет, возможно, даже какая-то женщина. Это госструктура, да, которая работает в госслужащих организациях, да. Также здесь может быть такой момент. Если, допустим, к примеру, касается каких-то относительно здоровья, да. То есть вы бегаете, это сдача анализов и все остальное прочее. Там, может быть, какую-то комиссию проходите, да. То рецензия будет зависеть вот от врача, да. От глав врача, да. Или от терапевта, да. То в любом случае не торопитесь. Пусть идет как бы все своим чередом. Потому что вот-вот-вот-вот уже будет скоро окончание. Не суетитесь. Вот в данном случае не суетитесь. Будет все решать женщина. Либо, как второй вариант, как второй вариант, вы сами самостоятельно отрежете все эти ожидания. Поставите просто точку. Скажите, нет, я не в ту, допустим, страховую компанию обратилась. Либо я не в ту клинику обратилась. Просто вы можете развернуться и вообще перевернуть ход событий. Вот так вот даже может идти. Но будете, будете решать. Будете решать в любом случае. Но решение вы примите правильное. Потому что по королеве мечей это логика, это разум, это больше ментал. То есть это мысли наши, да. И как правило, королева мечей старается все равно принимать решение справедливо. Вот мечи, они вообще за вот такой момент за справедливость. Поэтому какое бы решение вы не приняли, это будет справедливо и это будет правильно. Вот такой вот был первый вариант. Огромное вам спасибо. Пожалуйста, пишите в комментариях, как резонирует. Будет очень интересно почитать. Пока-пока, детенечки. Всем приветствуем двоечек. Давайте посмотрим у двоечек, какой груз на сегодняшний... От какого груза вам необходимо избавиться в сегодняшнем дне. От какого груза? Вот видите, прям десятка жеслов. Она прямо говорит, что у вас много. Вот сразу говорю, у вас тут много груза. Это не один. И вы все равно пытаетесь, вы тащите, и вы упорно ничего не оставляете по дороге. Вы вот взяли охапку. Это как минимум 10 дел. Это как минимум. Вы взяли вот эту охапку и несете. И вы знаете, что вам хватит сил. Вам нужно донести до той точки, до которой вы изначально для себя выбрали. Здесь может быть абсолютно все. Давайте будем более подробно разбирать. Но вам очень тяжело. У вас уже и колени подгибаются. Вы понимаете, вы опять-таки, да, вот груз на себя взвалили, но вы даже не понимаете, по какой дороге вы идете. Потому что вот этот груз, который вот здесь на карте, да, видно будет, не видно. Вот смотрите, человек вот уперся вот в эти жезлы, да, и он даже не видит вот этой той дороги, каким путем он идет. Он может завернуть направо, он может налево отойти в сторону, понимаете. То есть вы даже не видите, куда вы идете. Вот о чем я и говорю, что когда мы взваливаем на себя многозадачность, мы действительно, мы, по идее, можем не идти вперед, не идти в развитие, да, не ускорять какие-то свои те дела, которые действительно должны были принести хороший результат. А мы просто шагаем на месте. Мы кажется, что мы двигаемся, а нет, мы все равно какая-то у нас идет как пробуксовка. То есть притормаживается. В любом случае нужно от чего-то избавляться. Мне так и хочется вот во втором варианте так сказать, оставьте вообще все эти жезлы и идите уже свободно и легко. Понятное дело, что так не получится. Это уже однозначно, потому что все-таки у нас есть ответственность, у нас есть совесть, да, перед кем-то мы в... За кого-то мы отвечаем, за кого-то мы несем ту самую же ответственность, да, поэтому, но никак, никак. Но тем не менее, давайте будем более подробно здесь рассматривать, что это за груз такой, да, от чего вам прям совсем уже тяжко, от которого груза вам необходимо избавиться. Более подробно раскроем. Более подробно. Ух ты ж! Груз. Вот что-то в вашу жизнь, вот что-то в вашу жизнь, вот прям прилетело быстро. Молниеносно, какие-то новости. Но эти новости, понимаете, они несут очень такой далеко не положительный характер. Вот здесь, наверное, будет больше касаться, вот чисто по энергетике вашей. Вас где-то вот так обманули в чем-то. Понимаете, здесь произошла какая-то несправедливость, какой-то обман. Либо вы сами обманываетесь в том известии, которое вы получили. То есть, смотрите, как минимум вам сказали, что будет это все легко, либо вы решили, что я буду заниматься этим, я буду заниматься тем, я буду заниматься третьим, пятым, десятым. И мне, в принципе, будет это все легко. Но вы самообманываетесь. Вот здесь вот, вот смотрите, здесь идет два направления, да. Либо вы самообманываетесь, да. Вот то, что вы на себя забрали, взяли, чем вы сейчас как бы руководствуетесь, да, за что несете ответственность, да. Получается, вы это не вывозите. Хотя изначально вы думали, это просто, это легко, это вообще получается без сучка, без задуринки, у меня все гладко пройдет. Нет, вот в данном случае вы самообманулись. Вы что-то не додумали, вот по королеве мечей, вы что-то не додумали, что-то не дорассчитали, что-то не предвидели на несколько шагов вперед. Либо второй такой момент, но здесь он более такой негативного плана. Вас кто-то обманул, какая-то женщина. Вот она вам, вас в чем-то разуверила, могу сказать. Может быть, вы ей сильно доверяли. Вот она вам что-то пообещала, допустим, она вам что-то сообщила, допустим. Это, получается, произошло очень быстро. Вы даже, возможно, до сих пор от этого еще не можете отойти, да? То есть какое-то вот, даже так скажу, какое-то предательство было со стороны какой-то женщины. И теперь на вас это вот таким грузом повисло. И вы не понимаете, как так могло произойти. Я же бы вроде бы... А вы доверяли этому человеку? Вопрос. Вы доверяли этому человеку? Ну, прям такого уж доверия я не вижу, потому что император, он не может прям вот все 100% доверяться кому-либо. Вы все равно как-то вот здесь вот с какой-то осторожностью относились, но тем не менее вы как-то поддались на эту уловку. Все равно как-то поддались, да? Вот. Как-то поддались на эту уловку. Так что вам делать? И у вас, конечно, вот идут какие-то финансовые потери. Но это будет не у всех. Не у всех. Вот какие-то обманы, финансовые потери. Возможно, даже вот тут какая-то парочка прям на вас повлияла, что вы как-то вовлеклись в какое-то дело, но, возможно, вы обманулись. Но это частный прям случай, не для всех. Давайте посмотрим, как теперь постараться вам выйти из этого состояния. Вот все-таки как убрать этот груз, да? Давайте посмотрим подсказку от карт Таро. Все-таки как вам преодолеть этот груз. Избавиться от этого груза. Давайте посмотрим. Посмотрим, да? Вам нужно посмотреть. Смотрите, что-то опять-таки, да, что-то очень быстро ворвется, и это будет шанс для того, чтобы вы все-таки разрешили. Вот здесь вот идет более такой финансовый вопрос. Как-то больше будет с финансовыми связано, да? И вы приобретете какую-то вот свою стабильность, и даже, возможно, вы что-то отпразднуете. И, знаете, такое, как гора с плеч. Фух. И вы сразу будете себя чувствовать спокойно, да? Возможно, к вам как-то деньги вернутся каким-то другим способом, да? Возможно, вы поедете куда-то. Возможно, вы двинетесь куда-то, причем резко. Как-то перенастроите свои какие-то планы, резко перенастроите свои планы. Поедете, возможно, на какое-то мероприятие, и на этом мероприятии что-то разрешится в положительную сторону, в вашу сторону. То есть какой-то вы приобретете шанс на разрешение данной ситуации. И у вас будет облегчение. Да, и у вас будет облегчение. Ну, что-то такое идет. У вас будет облегчение. Если, допустим, все-таки это по поводу того, кто обманывается. Вот для тех людей, кто самообманывается, да? Для вас тоже, опять-таки, да? Возможно, вы придете на какой-то праздник, и вас осенит какая-то... Возможно, даже какое-то одно слово, одно какое-то действо, и вас осенит что-то, да? И вы поймете, что вы действительно где-то в чем-то были неправы. И с вас вот как вот груз с плеч уйдет. Вот такой вот был второй вариант. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь. Всего вам доброго, удачи. И давайте переходить к третьему варианту. Приветствуем троечек. Давайте посмотрим, от какого груза вам необходимо избавиться. В сегодняшнем дне от какого груза. Груз, 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 груз. С кем-то вы ведете такую прям борьбу. Но борьба, знаете, немножко такая... Это может быть словесные перепалки какие-то вот постоянно. И вас это тяготит, понимаете? Естественно, когда мы начинаем с человеком вступать в какие-то дебаты, конфликты, мы друг друга недопонимаем, и нам вот это мешает в нашем развитии. Вот здесь вот идет конкретно борьба с чем-то, либо борьба с кем-то, либо с чем-то, либо с кем-то. Сейчас мы это будем более подробно раскрывать. С кем у вас идет вот такая вот борьба, серьезная борьба, могу сказать. Но вы нацелены все равно на победу. В любом случае вы хотите одержать победу. У вас... Я хочу сказать еще такой момент, что у вас на это есть энергия, и у вас на это есть силы. Вот вы прямо вот заряжены на вот эту победу, но все равно, понимаете, она даже вот это... Вот сам вот этот процесс борьбы, он вас тяготит и лежит грузом на ваших ключах. Это, возможно, какие-то неурядицы на работе. Это, возможно, неурядицы с соседями. Это, возможно, какие-то конфликты внутри вашей семьи. То есть здесь, конечно, разнопланово может быть, но давайте более подробно попытаемся рассмотреть все-таки точечно, да, борьба больше чего-то будет касаться. Какой сферы вашей жизни, да. Ох. Так, двойственная ситуация, вы на выборе. У вас идет... А у вас борьба идет внутри себя. Вы проходите сейчас какую-то конкретную трансформацию. Вы туда как-то умудрились зайти, в эту трансформацию. То есть, смотрите, сейчас в вашей трансформации меняются мысли формы. Меняется видение на мир. Меняется... Вы по-другому начинаете вообще реагировать на какие-то ситуации. То есть, если вы до этого, к примеру, были... Ну, как-то неадекватно, может быть, реагировали, даже когда мы едем в автобусе, и нас толкают, и вы можете вспылить, то сейчас вы немножко уже будете думать, а надо ли мне вот как бы отвечать агрессией на агрессию вот этому человеку, который мне вот в автобусе там меня немножко подтолкнул. Это просто как вариант, чтобы вы немножко понимали, о чем речь идет, да. То есть, у вас сейчас что-то внутри кардинально меняется. И вы себе сейчас, знаете, открываете вот какую-то такую внутреннюю сердечную чакру. Вы открываете именно свое сердечко для кого-то, для... Также, может быть, и для родного человека, да, возможно, для родителей. То есть, у вас здесь идет вот, видите, такой прям выбор-выбор. И здесь вы будете руководствоваться именно сердцем. Вот у вас идет внутренняя борьба. Что мне выбрать конкретно? Либо то, либо это, да. Но опять-таки, повторюсь, трансформация, как правило, она просто так не приходит. Этот человек все равно меняет свое отношение к окружающим людям, к окружающему миру. Человек меняется вообще, может вообще поменяться кардинально. Если, допустим, к примеру, девчонки в частности, если вы постоянно носили брюки, то после такой подобной трансформации вы можете вообще влезть в платье и с этого платья больше не выходить. Понимаете? Вот такие метаморфозы могут внутри вас происходить, глобальные. Это, конечно, чудо. С одной стороны, нам это тяжело переживать, потому что это все прям вот... Нас мозг выедает внутри, какое-то постоянное беспокойство. Мы в какой-то апатии, мы ничего не хотим. Мы людей не понимаем. Вот здесь вот идет вот что-то такое. Но потом, когда она уже переходит в фазу принятия, мы принимаем себя такими, какие мы есть. И когда мы уже осознаем, что мы хотим и чего наше, в первую очередь, сердце желает и к чему стремится, тогда мы такое облегчение получаем, такой кайф. У нас тогда все, вот прям все колосится, вот как на поле рожь колосится, так и у нас в жизни идет прям четкий рост, подъем, все-все-все-все-все вот в эту сторону. Я, конечно, желаю вот троечкам, чтобы вы как можно легче прошли эту трансформацию, но у вас прям бойня внутри идет, прям не на жизнь, а вот как вот, как говорится, прям тут еще пятерочка мечей. Поэтому силы вам, терпения вам, поверьте, у вас энергетики хватит. Вот именно какого-то внутреннего понимания себя тоже будет достаточно. И вы все-таки, как бы вам сложно не было принять какое-то решение, какой-то выбор, да, все равно вы это сделаете. Вы это сделаете. И вы это выберете именно сердцем, не разумом. Здесь вы будете руководствоваться только своим сердечком. Огромное спасибо троечкам. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Пожалуйста, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Предлагайте свои варианты раскладов. Постараюсь, конечно же, удовлетворить ваши все просьбы. Всего доброго вам. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok